МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страны Ближнего Востока и Россия собираются продлить срок действия соглашения по снижению добычи нефти и даже обсуждают его продление за пределы 2017 года. Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК-плюс на 9 месяцев вместо 6, как ожидалось ранее. Финальная встреча состоится 25 числа. Пока все эти разговоры поддерживают цены на черное золото, к тому же в Америке в последние 4 недели падают запасы, хотя добыча продолжает расти. Не исключено, что рынок нефти заранее отыграет весь позитив и по факту уже не будет сильной реакции. Главный же негативный фактор для нефти никуда не делся и только набирает силу. Буровая активность в США растет максимальными темпами за всю историю. Исходя из текущих тенденций и ожиданий, даже если ОПЕК продлит текущие квоты на второй полугодии, это лишь стабилизирует цены вблизи текущих уровней, но сильных не поддержит. Цены могут дойти до отметки 55 долларов за баррель по нефти марки Брент в конце месяца, но до 60 долларов ей вряд ли удастся дойти. Цены на промышленные металлы на прошедшей неделе вели себя спокойно, хотя риски дальнейшей коррекции по-прежнему высоки. А вот цены на железную руду продолжили падать, причем существенно. На этом фоне сектор металлургов на российском рынке вновь в аутсайдерах. Северсталь, Мечел, Норильский никель и другие покупать пока рано. Золото на фоне первых признаков слабости американских биржевых индексов начало формировать первые сигналы для покупки и роста с первой целью на отметке 1290 долларов за тройскую унцию. Пятничные данные по инфляции и розничным продажам в США за апрель оказались слабее ожиданий. Это тоже позитив для драгоценных металлов. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на 19 мая. Доллар 57 рублей 47 копеек, евро 64 рубля. Продолжение следует... Продолжение следует...